Видео-этероскопическая субтотальная резекция пищевода, а вот здесь в скобках опыт первых 150 оперативных вмешательств. Да? Ну вот 150, 150 или сколько? Ну это смотря что считать первым опытом. Мы уже в течение пяти лет работаем эндоскопически. А все первый опыт да первый опыт. Ну это конечно же может быть та самая первая операция, порой тяжелая. Это может быть первым опытом после прохождения кривой обучения, которое для эндоскопических операций по поводу рака пищевода составляет порядка 50 операций. А сегодня мы представляем тот первый опыт, который основан уже на анализе тех 273 клинических случаев, которые за эти пять лет с учетом эндоскопических операций и с 1995 года по 2012 год открытых операций. Проблема актуальна в связи с тем, что данные литературы, данные научные литературы, они противоречивы. В одних случаях мы видим, что эндоскопические операции показывают худший результат. Совсем недавнее исследование в сентябре, которое на Международном онкологическом конгрессе было опубликовано, показало, что гибридные операции лучше. Чуть ранее было сообщено, что при эндоскопических операциях, выполненных полностью, с этапами торакоскопии и лапароскопии, дают меньшее количество осложнений. Противоречивых данных много, поэтому мы решили сравнить, а что же все-таки стоит применять открытые полностью минимально инвазивные операции или гибридные. И поэтому потребовалось нам для этого сравнить воспроизводимость, безопасность, онкологическую адекватность минимально инвазивных технологий, сопоставить характер осложнений послеоперационных, отдаленных осложнений, исследовать структуру этих осложнений, исследовать структуру летальности. По возрасту наши пациенты, как во всей группе, так и отдельно, в каждой взятой, они были сопоставимы, и статистически достоверная разница между возрастным и половым составом нет. Опухоль локализовалась преимущественно в нижнегрудном и среднегрудном отделах. Другие локализации встречались чуть реже. По гистологической структуре, и это соответствует международной статистике, плоскоклеточный рак пищевода в большем количестве преобладает, аденокарцинома и самые малые – это другие опухоли, те самые редкие опухоли, о которых мы уже слышали. По стадиям заболевания мы сравнили пациентов, и они тоже оказались сопоставимы. Это для традиционных полностью минимально инвазивных гибридных операций, по классификации ТНМ, по японской классификации. Всего выполнено 273 изофагоктомии, которые различаются типами доступа. Традиционная изофагоктомия – это лапаротомия и торакотомия, различные комбинации гибридных операций, когда один из этапов выполняется открытым способом, а другой – эндоскопическим, и полностью минимальная инвазивная изофагоктомия, когда видеотехника применяется на таракальном и абдоминальном этапах операции. Мы видим, что тенденция к увеличению количества эндоскопических операций существует. До 2012 года преимущественно операции были открытыми, в дальнейшем доля минимально инвазивных операций увеличивалась. Достоверно, минимально инвазивные операции уменьшают объем интероперационной кровопотери. Хотя эти операции длятся дольше, чем открытые операции и гибридные операции. Это тоже статистически достоверно. Минимально инвазивные операции сокращают продолжительность пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии. И отсутствует их влияние на стационарный койко-день. Пациенты одинаково по продолжительности находятся в стационаре после операции. При всех вариантах оперативных вмешательств возможно формирование анастомоза как на шее, так и в плевральной полости. Он может быть сформирован как ручным, так и аппаратным способом. В данном исследовании под комбинированным способом понимается дополнительное укрепление отдельными лигатурными ручным способом с формированными швами аппаратного анастомоза. По объему лимфодиссекции здесь в научном мире существует дискуссия. Начиная с 80-х годов наши японские коллеги доказывали необходимость именно 3F лимфодиссекции. В последнее время встречаются работы, где они пытаются обосновать какое-то уменьшение объема лимфодиссекции до двухзональной, мотивируя свои рекомендации тем, что лимфатические узлы вдоль возвратных нервов являются прогностическим критерием для метастазов лимфатические узлы шеи. Поэтому при отсутствии метастазов в лимфоузлах 106-й группы возвратных нервов они в ряде случаев рекомендуют уже отказываться от шейного этапа лимфодиссекции. Гибридные минимально-инвазивные операции позволяют удалять большее количество лимфатических узлов. И в целом эта систематическая лимфодиссекция – это тенденция последнего времени, когда независимо от того, видятся ли лимфоузлы пораженными или нет, лимфодиссекция должна быть выполнена в полном объеме. По качеству резекции, увы, в ряде случаев в связи с распространением опухоли не удалось избежать R1 и R2 резекций. Тем не менее, при гибридно-минимально-инвазивных операциях все операции были выполнены радикально. Причинами конверсии становились... И конверсия случалась на ранних этапах освоения методики оперативного вмешательства, когда сложные интероперационные ситуации не удавалось решить полностью эндоскопически. В ряде случаев перфорация мембранозной части трахеи требовала торакотомии и ушивания пластики лоскутом мышцы на сосудистой ножке. Инвазия опухоли в соседней ткани требовала открытого вмешательства. Был один случай оси столи на операционном столе, который по канонам реанимационных мероприятий потребовал открытого массажа сердца. По прошествии кривого обучения сложные ситуации интероперационно удавалось решать эндоскопически. На данной фотографии представлено кровотечение из короткой культи пищеводной артерии после лимфодисекции вдоль аорты, которая эндоскопически полностью без конверсии была закрыта лоскутами сосудистого эндопротеза. Здесь представлены фотографии того случая, когда, увы, интероперационно не удалось отличить лимфатический узел и левую подключичную артерию. Третий слайд, если бы здесь был, это был бы красный экран кровотечения, но операция прошла без конверсии, поскольку удалось установить, выполнить тугую тампонаду данной области, поскольку операция предполагалась с формированием анастомоза на шее, шейным доступом выполнен доступ к левой подключичной артерии и выполнено ее ушивание. Таким образом, операция также была завершена эндоскопически. Допустим, в одном из клинических случаев потребовалось ушивание аппаратного шва желудочного стебля. Он был сформирован в желудке при проведении через пространство между ножками диафрагмы. При доставке трансплантата в клевральную полость мы увидели, что скобки все разошлись и потребовалось ушивание данного шва, дополнительное укрепление лигатурами, но это было тоже сделано эндоскопически, поскольку методика была освоена, и мы чувствовали уверенность, что с этой ситуацией справимся тоже эндоскопически. Интероперационных осложнений – это общее количество, всего их 9, они были представлены на слайде ранее. Общее количество послеоперационных и отдаленных осложнений достоверно не отличается после выполнения традиционных, полностью минимально инвазивных и гибридных оперативных вмешательств. Мы видим динамику роста осложнений при полностью минимально инвазивных оперативных вмешательствах, однако эти цифры увеличиваются пропорционально количеству операций. И в целом статистически достоверная разница между частотой осложнений после операционного периода, между различными вариантами оперативного вмешательства не выявлена. Есть нашими японскими коллегами модификация Катаяма классификации клавендинда, предложена специально для хирургического лечения. Классификация учитывает различную степень осложнений. С первой по пятую степень. Первая степень – это легкие осложнения, пятая степень – это смерть, летальный исход. Но регистрация всех осложнений в соответствии с данной классификацией позволяет скрупулезно учитывать любые осложнения. При этом, используя эту классификацию, мы получаем, что количество осложнений при всех операциях превышает 50%. Кроме того, индекс D, discharge, обозначает те осложнения, которые не купированы на стационарном этапе, пациент был выписан. Они также позволяют учитывать те осложнения, за которыми следует наблюдать и после выписки пациента. Здесь указано абсолютное число осложнений разных степеней при различных вариантах оперативного вмешательства. Разницы в осложнениях между оперативными вмешательствами нет. Общее количество осложнений в зависимости от наличия курса неодевантной химио-лучевой терапии. И в этой ситуации мы обнаружили, что после проведения курса химио-лучевой терапии, если операция выполняется эндоскопически, то осложнений статистически достоверно больше. Совершенно обратная ситуация при открытых оперативных вмешательствах. Если химио-лучевая терапия до операции не проведена, то при открытых вмешательствах осложнений больше. Это тоже достоверно. В структуре хирургических осложнений есть определенная закономерность. Да, понятно, что пневмония на данном графике не является хирургическим осложнением, но она в обязательном порядке сопутствует. Не всегда, но в большинстве случаев сопутствует несостоятельность анастомоза, шва желудочного стебля. В последующем это приводит к септическим и системным осложнениям, которые достаточно сложно купируются. Но между различными вариантами оперативных вмешательств различий, в том числе по ключевым осложнениям, также не существует. Специфичным осложнением для полностью минимально инвазивных оперативных вмешательств является перфорация мембранозной части трахеи. Для традиционных операций характерны панкреонекроз, перфорация полых органов, перитонит и вентрация. Среди нехирургических осложнений также преобладает пневмония, но ее больше при традиционных операциях. Тем не менее, статистически достоверных различий между группами в зависимости от варианта оперативного вмешательства по нехирургическим осложнениям также не существует. Мы провели многофактный анализ после операционных осложнений и выявили, что, тем не менее, легочные осложнения и хилоторекс являются основными. Перфорация мембранозной части трахеи, хоть она и случается с высокой частотой после операционного периода, она не показала вклад в многофактурную модель. Несостоятельность анастомоза в зависимости от способа его формирования различий нет. Независимо от того, каким способом сформирован анастомоз, он одинаково часто может быть несостоятельным как при традиционных операциях, так и при полностью минимально инвазивных и гибридных операциях. От уровня формирования получены достоверные различия. Анастомоз, сформированный в плевральной полости, несостоятельность при нем случается гораздо вечнее, чем при анастомозе на шее. Отмечена еще одна закономерность, что при полностью минимально инвазивных операциях, когда таракальный этап выполняется эндоскопически, использование ручного шва в чистом виде, а не в качестве укрепления аппаратного шва, оно повышает риск несостоятельности. Таким образом, если существует степлер для эндоскопических операций, его использование снизит количество несостоятельности после операционного периода. Многофактный анализ для несостоятельности анастомоза показал, что данная причина приводит к легочным сердечно-сосудистым осложнениям и повышает операционную летальность. Многофактный анализ для легочных осложнений показывает, что есть вклад несостоятельности сердечно-сосудистых осложнений, зависит от пола, продолжительность пребывания в отделении реанимации интенсивной терапии и зависимости от интероперационных осложнений. Несостоятельность анастомоза гораздо чаще случается при полностью минимально инвазивных операциях после курса неодиантной химио-лучевой терапии. Представленные данные по летальности, они также не отличаются в группах в зависимости от варианта оперативного вмешательства. По структуре отличий также нет. Это несостоятельность анастомоза, которая приводит к пневмонии, сфотическим наслаждениями, адиостиниту и плевриту. В зависимости от уровня формирования анастомоза различий в летальности также не получено. Более того, несостоятельность анастомоза на шее, это те 10 случаев, точно так же чистота не зависит от способа проведения желудочного стебля. Что в переднем средостении ретростернально, что в заднем средостении и формирование последующего анастомоза на шее, летальность одинакова. То есть уровень формирования анастомоза не влияет непосредственно на летальный исход. Многофакторный анализ после операционной летальности показал, что несостоятельность легочных осложнений, сердечно-сосудистые осложнения и возраст пациентов играют ключевую роль в этой ситуации. Имеется отдаленное осложнение и отмечено, что доброкачественная структура анастомоза характерна для полностью минимально инвазивных операций. Этим мы, скажем так, подтверждаем, что мы не скрываем свои отдаленные результаты. Доброкачественная структура она есть, и эндоскописты могут успокоиться. Вот они, те самые структуры. Однако мы, анализируя материал, вначале думали, что именно структуры анастомоза связаны с использованием аппаратов малых диаметров, например, 21-й либо 25-й. Но проанализировав вот эти 8 случаев доброкачественной структуры анастомоза, мы пришли к выводу, что одинаково часто случается структура при использовании аппаратов как 21-го, так и 25-го диаметром. Более того, в модели многофакторного анализа структура анастомоза диаметр аппарата, он себя никак не показал, а именно факт несостоятельности в послеоперационном периоде является значимым для развития рубцовой структуры доброкачественного характера в послеоперационном периоде. Здесь представлена бессобытийная и общая выживаемость в зависимости от варианта операции, и мы видим, что она не отличается. Совершенно закономерно онкологическая ситуация при влиянии на выживаемость в зависимости от количества метастатических лимфатических узлов. При отсутствии метастазов в лимфатические узлы выживаемость больше. Она также больше при удалении большего количества лимфатических узлов. На данном слайде представлена общая бессобытийная и выживаемость в зависимости от программы неодивантного лечения. Этим мы доказываем, что неодивантное лечение, химио-лучевая терапия до операции, она статистически достоверно увеличивает общую и бессобытийную выживаемость. В модели многофакторного анализа бессобытийной выживаемости именно количество метастатических лимфатических узлов и объем лимфодисекции играют решающую роль. Общая выживаемость также больше при отсутствии метастазов в лимфатических узлах. Легочные осложнения играют ключевую роль. Факт формирования легочных осложнений в послеоперационном периоде в отдаленном периоде показывает, что эти больные живут гораздо меньше. Интересная ситуация показана на этом графике. В модель многофакторного анализа для анализа общей выживаемости мы включали в том числе и критерий Т, то есть глубину проникновения опухоли, которая общепринята в мировых классификациях. Однако глубина проникновения опухоли в стенку пищевода не показала вклад в модели формирования общей выживаемости пациентов. Однако длина опухоли до начала лечения показала, что при размерах опухоли до 5 см выживаемость общая больше. Соответственно, вклад возраста тоже имеет значение. Многофакторный анализ общей выживаемости показывает количество метастатических и лимфатических узлов, легочное осложнение и размер первичной опухоли длины. Наши выводы следующие, что гибридная минимально-инвазивная и полностью минимально-инвазивная эсофакотомии являются воспроизводимыми, сопоставимыми по безопасности и онкологической адекватности в сравнении с традиционной эсофакотомией. Полностью минимально-инвазивные оперативные вмешательства сопровождаются статистически значимо меньшие интероперационные кровопотери в сравнении с традиционными оперативными вмешательствами. Длятся дольше, способствуют сокращению продолжительности пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии. Характер и степень тяжести осложнений в ближайшем отдаленном послеоперационном периодах не зависят от варианта эсофакотомии. Проведение курса неодевантной химиолучевой терапии значимо увеличивает количество осложнений после полностью минимальной инвазивной эсофакотомии. Несостоятельность пищеводно-желудочного стомоза и шва желудочного стебля не зависит от варианта оперативного вмешательства, от способа формирования анастомоза. Развивается реже при формировании анастомоза в плевральной полости в сравнении с его шейным расположением и чаще после курса неодевантной химиолучевой терапии при полностью минимальной инвазивном варианте. Факторами, которые увеличивают частоту летальных исходов после операции, являются пневмония и осложнение дыхательной системы, несостоятельность анастомоза и желудочного шва, осложнение сердечно-сосудистой системы и возраст пациентов. Вариант выполнения оперативного вмешательства не влияет на общую бессобетинную выживаемость. На бессобетинную выживаемость влияет количество удаленных и метастатических лимфатических узлов, а на общую – размер первичной опухоли, количество метастатических лимфатических узлов и наличие легочных осложнений, а также возраст пациента. Спасибо большое. По сути, это так. Значит, у нас… Да или нет? Все. Не зависит. В связи с этим возникает вопрос. Время осуществления того или вида оперативного висательства, экономические затраты, и, соответственно, исходя из этого, что вы рекомендуете? У нас в группе гибридно-минимально-инвазивных эрзофагатомий 48 пациентов. Это пока меньше, чем в группе полностью минимально-инвазивных 101 и в группе традиционных операций 124. С учетом нашего опыта гибридные минимально-инвазивные операции с 40-томным этапом показывают, пока субъективно, статистически еще недостоверно в силу малого количества пациентов в данной выборке. Тем не менее, последние опубликованные и представленные на международных конференциях результаты в сентябре вот этого года совсем недавно показывают, что гибридные минимально-инвазивные операции в сравнении с традиционными, они гораздо лучше… Безопасны. Гораздо более безопасны, да. И тем не менее, эта группа исследователей, исследование, по-моему, было проведено во Франции, они сообщают, что они пока не могут тоже показать статистическую достоверность преимуществ гибридной минимально-инвазивной эрзофагатомии в силу малого количества… Вернее, в силу малого срока после начала наблюдения за этими пациентами. По сути, аналогичная ситуация и у нас. Как только мы наберем сопоставимую по количеству группу пациентов гибридно-минимально-инвазивных эрзофагатомий, я думаю, что нам удастся каким-то образом показать какие-то отличия между этими группами. Ну, если делать обычную открытую операцию, используя современные лигирующие инструменты, то я думаю, кровопотеря может быть такая же, как и при менее инвазивных называемых операциях. Но учитывая, если накладывать анастомоз еще вручную, то получается стоимость традиционной операции с ручным анастомозом будет на порядок ниже гибридных, не говоря уже о полностью мини-инвазивных. Так вопрос, что мы будем рекомендовать? Результаты те же самые, но значительно дешевле. Ну, то, что доступно. То, что значительно дешевле. Нет, Николай Федорович, я бы тут не так ставил вопрос. Кровопотеря меньше, косметический эффект лучше, длительность нахождения в стационаре меньше, а если взять еще маркеры болевого стресса в послеоперационном периоде, тоже они будут меньше с точки зрения болевых ощущений у пациента. Поэтому мы пока, если результаты и не отличаются, отличаются только стоимостью, то мы пока ставим во главу угла интересы пациента. То есть, как он будет себя чувствовать в раннем послеоперационном периоде, если это нам позволительно в нынешней экономической ситуации развития страны, мы будем предлагать минимально инвазивные вмешательства. Но, опять-таки, дозировано. То есть, мы сейчас уже, в принципе, не ставим во главу угла выполнить любым способом добиться именно минимально инвазивного вмешательства. Если показана открытая операция или торакотомия, мы выполняем открытую операцию. Если показана минимально инвазивная, я так думаю, что будет ответ где-то на уровне золотой середины. Поскольку гибридные, не всякому пациенту можно предложить гибридную операцию с открытой торакотомией. Это средний грудной отдел, это нижний грудной отдел, а если это верхний грудной отдел, гибридный, извините, еще от верхнего края опухоли, нужно отступить 5-7 сантиметров. И тогда анастомоз в плевральной полости уже не получается. Тогда уже на шее, тогда уже минимально инвазивный. Если мы говорим о снижении частоты, почему гибридные, есть и у гибридных минусы. Гибридный минус, это прежде всего, если это широкий стебель, то 7-8 группа, это уровня малого сальника. Если мы сохраняем так называемый наджелудочный артериальный анастомоз между левой и правой артерией желудочной, тогда мы в ущерб лимфдиссекции. То есть то, что мы выполнили забрюшинно, то, что мы взяли вместе с левой желудочной артерией, мы оставляем на широком желудочном стебле, резицируем только кардио. То есть вот логики нет. Я думаю, что золотая середина будет заключаться в следующем. Это уже не наше предположение, это японские исследования, что для рака нижнегрудного отдела пищевода степень, вернее, это частота поражения чревных узлов, всей группы чревных узлов, достаточно высока. И для нижнегрудного отдела пищевода выполнять гибрид с широким стеблем, наверное, будет неправильно. А выполнить узким стеблем с локализацией анастомоза ниже, например, бифуркации трахеи. Тогда, когда стебель узкий из желудка, он менее скомпрометирован по ишемии за счет наличия однозначного хорошего кровоснабжения правой гастроэпиплюицы. А вот если это среднегрудной и верхнегрудной, вот узкий стебель, он уже скомпрометирован по, скажем так, по рискам ишемии. И тогда мы, может быть, подумаем о гибридной. А вот если верхнегрудной – это анастомоз на шее, ну, это пока еще наши мысли, пока мы докладываем о том, что мы получили. Да, пожалуйста. Я не противник, я сам был сторонник гибридных операций, хотя по строгим, тоже четким показаниям. Мой личный опыт больше 150 гибридных операций, я их начал выполнять с 2005 года. Но такой скрупулезный анализ, такой скрупулезный подсчет, который сегодня мы увидели, заставил меня задуматься. Может, мне пересчитать все свои цифры, может, я чуть-чуть взгляд изменю. Настолько мощный анализ, вот, надо задумываться все-таки. Самое главное – это многофакторный анализ. То, что, о чем, так скажем, мы уже имели разговор по поводу этой работы, это многофакторный анализ, который трудно подвергнуть сомнению. И поэтому то, что сейчас Николай Владимирович выполнил, в принципе, уже какие-то ответы на какие-то вопросы уже есть. Поэтому, может быть, у кого-то еще вопросы остались? Да, пожалуйста. Не считаете ли вы необходимым в анализе разделять среди гибридных операций? Я правильно понимаю, что это может быть торакотомия с лапароскопией и торакоскопия с лапаротомией? Да, да, да. Не считаете ли вы, что это все-таки разные для больных комбинации, и что необходимо в группе гибридных операций вот эти две операции разделять? Конечно, если они примерно равноценны. Николай Владимирович, пожалуйста. Они не равноценны. Подождите, подождите, сейчас. Из 48 операций только 4 гибридных с лапаротомным этапом и эндоскопическим. Все остальные 44 – это оперативные вмешательства с лапароскопическим этапом и торакотомией. Поэтому представленные данные, они в большей степени отражают результаты гибридной операции с торакотомным доступом. А вам не кажется, что, может быть, это мой личный взгляд, что предпочтительнее для пациента переводить в эндовидеохирургическую сферу именно торакальный этап операции? Поскольку сравнивать влияние на послеоперационный период лапаротомии и торакотомии – это немножко разные доступы, понимаете? И если мы говорим о раке пищевода, о такой тяжелой проблеме, то выполнив пациенту торакотомию и после этого выполнить лапароскопию – для чего это нужно? Делайте лапаротомию, это будет надежнее. Вот это мой личный взгляд. Если говорить о эндовидеохирургии, то логичнее переводить в эндовидеохирургию именно торакальный этап. И делать торакоскопию в сочетании с лапаротомией. И зарубежные авторы есть, которые эту операцию тоже продвигают. Да, давайте, Николай Владимирович. Есть что сказать? Я готов ответить. Я вообще считал, что не надо делать ни торакоскопии, ни лапароскопии. И всякий раз говорил, почему и начал заниматься, изучать эту проблему, чтобы выйти и сказать, что не надо этим вообще заниматься. Вот так же, как и вы, наверное. Только на каком-то этапе я честно говорю, что меня никто не слушал, потому что я думал, что меня не слушают, потому что у меня нет опыта ни торакоскопического, ни лапароскопического, скажем, мобилизации пищевода. Я считал, что нарушение онкологических критериев, онкологических понятий и начал заниматься этим. Но я сейчас не могу сказать, что пациент с лапаротомией лучше чувствует себя, чем после лапароскопии. Причем и не стал бы, пока не появилось адекватных ушиваний или иглодержателей с хорошим поворотным механизмом, когда и торакоскопически можно было бы сформировать хороший ручной анастомоз. У нас есть опыт формирования ручного анастомоза торакоскопически, но это просто, я не знаю, сколько хирург за это время потеряет сил и лет жизни, когда формируют анастомоз торакоскопически пищеводно-желудочный, если отдельными узловыми, понятно, если непрерывным каким-нибудь швом, это один вопрос. Но сейчас я могу сказать, что лапароскопически у пациента проблем нет, выполняется, и не надо упираться вообще, вот я хотел бы сейчас поднять вопрос, не надо упираться вообще в эту проблему. Наверное, в 50-е, 60-е годы все обсуждали, какой же доступ более приемлем для торакотомии. Передняя торакотомия, боковая торакотомия, задняя торакотомия. Сейчас этот вопрос уже решен, для каждого хирурга решен. Это боковая торакотомия в 4-м или 5-м ежебеле самым оптимальным вариантом является. Можно выполнить резекцию бифуркации трахеи, верхней половины. Все, что можно, можно выполнить из боковой торакотомии. Тем не менее, на Западе и в Японии принята задняя боковая торакотомия с пересечением двух ребер. Куда еще дальше, да? Поэтому вот с точки зрения доступа, я думаю, сейчас мы начинаем спорить, все-таки доступ лучше открытый или скопический. Нужно не ставить во главу вообще вопрос, это объем должен быть один и тот же. Выполняется одна и та же операция, либо Льюиса, либо МакКеон, либо, извините меня, Турнера, один и тот же объем. Просто каким способом это выполнено? То ли это скопически, то ли открыто? Пока еще вопрос это доступа. Как может доступ повлиять на все остальное? Ну, мы сейчас оценили, что это адекватный с онкологической точки зрения. Менее травматичный. А вот место его применения еще нам стоит впереди узнать. Ощущение первое, Николай Владимирович, что гибридные лучше, лучше протекают, потому что широкий стебель, потому что ручной анастомоз. Но не всем пациентам возможно предложить эту операцию. При верхней грудной, с переходом на шейный отдел, что вы можете предложить? Льюиса? Нет, конечно. Или нижней грудной. Поэтому здесь вопросов пока еще и мы не ответим на этот вопрос. Относительно менее травматичности лапаротомии или лапароскопии, вы выполнили лапароскопию и вы извлекли препараты, выполняете то, что делает. Самое основное, конечно, анастомоз. Если анастомоз сформирован так, как вы уверены в плевральной полости, ручным способом, это пока единственная возможность избежать или уменьшения рисков несостоятельности. Это вот мое мнение. Давайте. Николай Федорович. Я с коллегой где-то больше согласен, потому что литературные данные, специальные проведенные исследования говорят, что таракотомия по травматизму и последствиям несопоставима с лапаротомией. Поэтому я тоже всегда исходил из этих позиций. И главное, что я ставил задачи, когда выполнял операцию на пищеводе, это максимально избежать таракотомии. Отсюда в тех случаях, когда я считал, что данного больного можно ограничиться 2С, лимфодисекция, я выполнял трансхеатальную экстерпацию пищевода, которая позволяет вполне до бифуркации таракеи выполнить без проблем довольно четкую лимфодисекцию с наложением анастомоза на шее. В случае, вот о тех случаях, о которых я говорил, о гибридных, если я, не я, вернее, больному было нам после оценки, что показано 2Ф лимфодисекция, вот такому больному первым этапом мы выполняли лапаротомию, трансхеатально выполняли выделение и лимфодисекцию до уровня бифуркации таракеи, после этого таракоскопически выполняли лимфодисекцию верхних отделов грудной клетки и анастомоз также клали на шее. То есть мы, получается, как бы модифицировали операцию Торнера, брали ее положительный момент, это отсутствие таракотомии, и убирали ее отрицательный момент, это невозможность лимфодисекции верхних отделов средостения. И вот о тех 150 случаях, о которых я говорил, это вот все такие. Поэтому, наверное, скорее всего, просто в вашем докладе надо акцентировать, что вот под гибридные вы эту разновидность имеются, потому что иначе могут неправильно трактовать. Я могу сказать, что, может быть, в защиту таракотомии, я все-таки в защиту таракотомии, если правильно выполнить таракотомию, без переломов ребер, когда пересечена межхрящевая часть, межхрящевая мембрана ребер, чтобы не было переломов, когда по верхнему краю нижележащего ребра, электрокаутром, без кровотечения, то вот после такой таракотомии, я извиняюсь, на вторые сутки после такой таракотомии «мой друг был уже на работе и работал». А вы говорите о каких-то… Если правильно выполнена таракотомия, она тоже имеет право быть. И если мы сейчас будем обсуждать, какой же доступ выполнять, я бы все-таки сформулировал это так. Если у вас с таракотомией все нормально, выполняйте таракотомию. Если с таракоскопией какие-то проблемы, или чувствуете неуверенно, или проблемы с каким-то обеспечением материально-техническим, то лучше выполнить таракотомию, конечно. Я могу сказать, что у японцев то, что я видел, с таракотомией проблема. Я видел, почему, потому что кому, вот тем, кто у нас в России, тем, кто занимается таракотомиями, боковыми таракотомиями, придет в голову выполнить пересечение широчайшей мышцы, пересечь два ребра, чтобы подойти поближе, чтобы развести рану, так называемый French window, когда два ребра специально пересекаются, чтобы сделать таракотомию. Но это нетравматичный доступ. Вот после такой таракотомии понятно, почему такие таракотомии не нужны. А если выполнить адекватную таракотомию, то это будет абсолютно адекватно. Николай Владимирович, есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Да, давайте, Александр. Вот там уже был вопрос. Разрешите, пожалуйста, чисто технический вопрос. Таракоскопия, лабороскопия, разные с точки зрения сложности, вот тоже японские авторы отмечают. И у меня вопрос по кривое обещание. Как правило, больные таракальные хирурги редко встречаются непосредственно с резекциями желудков, с резекцией в объеме Д2. И как долго уходило, чтобы научиться адекватно лабороскопически делать Д2 процедуру? Вот ваш опыт, интересно. То есть сколько надо было? Таракальный этап там, таракоскопический, понятно. А вот лабороскопический, когда нет постоянного потока гастрактомии лабороскопических, а надо вот только на пищеводах это делать. Как, сколько процедур требовалось сделать, чтобы уверенно это делать? Потому что у нас опыт небольшой. У нас 11 гибридных операций, и 3 полностью малоинвазивных сделаны за последний год. И вот нам самое сложное выполнять абдоминальный этап. То есть у нас не получается скелетировать. Селезеночную артерию, там вот постоянно какие-то сложности возникают. Вот хотелось бы узнать, какой у вас опыт? Сколько пришлось этих операций сделать, чтобы быстро это все получалось? На самом деле по количеству операций сложно сказать. Я даже сейчас вот так не посчитаю, допустим. Я не смогу назвать точно тот срок, когда мы поняли, что у нас... Ну я могу сказать, 3 операции мы выполнили с Алексеем Михайловичем. 2? 2 операции с Алексеем Михайловичем Карачуном, а потом он уехал в отпуск, и мы выполнили за неделю еще 2 уже сами. Да. Спасибо. Да, 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 да. Еще, так, теперь, Николай Владимирович, из Томска все-таки давайте вопрос конкретный. На какие сутки рекомендуется выполнять эзофагоскопию после операции при отсутствии осложнений, по мнению хирурга, чтобы вовремя поймать несостоятельность? Если несостоятельности нет, мы не встречались со случаями эндоскопического исследования в послеоперационном периоде. То есть стандартный контроль – это 7-8 сутки прием водорастворимого контраста, рентгеноскопия пищевода. Если мы видим, что есть какие-то вопросы с шейными ситуациями, проще разбираться, идет раскрытие раны, формирование слюнового свища в последующем заживлении. Если это таракальная операция, тут в большей части мы принимали решение об оперативном лечении, но в случае, если послеоперационный период течет благоприятно, рентгенконтрастное исследование не дает нам информации о наличии каких-то проблем, пациенту разрешается прием пищи, и он выписывается, и контроль эндоскопического в этой ситуации не требуется. Николай Владимирович, еще раз, 7-8 и второй срок? И 11-е сутки. Да, и 11-е сутки – это случаи поздней несостоятельности. Самый поздний случай, который случился, это был, по-моему, 23-е сутки. Но и на первые сутки после операции мы тоже выявляли случай несостоятельности. У Бориса Ивановича, у Бориса Ивановича есть. Не рекомендуется просто так выполнять. Но если есть… Показания? Так, малейшее подозрение, то на сегодняшний день не рекомендуется контрастирование, оно невысокоэффективно. При малейшем подозрении основным методом диагностики является эндоскопия. Если раньше мы говорили, что основным методом является контрастирование, то сейчас звучит наоборот. Ну, тоже дело времени. Подождем, чем закончится это предложение, да? Да, да, ну, логики. Так, следующий вопрос. ПЭТ-КТ помогает в определении Н-статуса, Николай Деонидович? Статуса лимфатических узлов или в целом? Да, лимфатических узлов. ПЭТ-КТ, на мой взгляд, это на сегодняшний день наиболее информативный метод исследования, поскольку мы имеем две модальности – это рентгенологический компонент и радиологический. При выполнении только компьютерной томографии грудной клетки живота, подчас выявленные в легких очаги, которые впоследствии оказываются фиброзом, мы их никак не можем оценить. ПЭТ-КТ помогает оценить метаболическую активность выявленных сомнительных образований, и избежать предварения этапа эзофагоктомии диагностическими краевыми резекциями, биопсиями подозрительных лимфатических узлов уже на операции. То есть ПЭТ-КТ является на сегодняшний день самым информативным методом диагностики? Хорошо. Следующий вопрос. Есть ли корреляция выживаемости и гистологического типа опухоли, то есть аденокарциномы плоскоклеточные, различаются по выживаемости? Так, вот этот вопрос сейчас ответить не могу. Обязательно посмотрим. Если есть возможность, контакты оставляйте. Мы обязательно посмотрим это и свяжемся с вами. Интересна причина увеличения массовой доли гибридных операций в 2017 году. Мы уже обсудили, да? Да, действительно интересно. Мы это обсуждали. Да, мы обсуждали. В принципе, это стратегия пока. Стратегия, направленная на уменьшение числа послеоперационных осложнений. Так, еще здесь есть. Интерес какой. Имеет ли место рандомизация пациентов при выборе типа операции? Скорее всего, на минимально инвазивные отбираются пациенты с меньшей распространенностью. Ну, на самом деле, вот мы показывали те шайбы стадийности, которые по классификации ТНМ и японской классификации 10-го пересмотра. Мы при сопоставлении вариантов операции использовали традиционные операции, которые выполнялись в 95-м году и 2012-м. Николай, переверните, пожалуйста, стадии. Включите слайды, пожалуйста. Слайд, чтобы это было не голословно. Традиционные операции здесь, в НИИ онкологии, выполнялись с 95-го года по 2012-й. В последующем, с 2012-го года, мы начали внедрять эндоскопические технологии, и все операции стали выполняться преимущественно минимально инвазивные. То есть мы не выбирали пациентов по стадиям, в каждой из групп представлено всеми стадиями. То есть такого выбора, что мы делали полностью эндоскопические операции только при удачных для нас клинических ситуациях, этого не было. Нет, Николай Владимирович, а теперь еще раз вернись, пожалуйста, по-американское. Смотрите, вторая стадия при традиционных, первая и вторая. Если объединить при традиционных вмешательствах, посмотрите, доля больше, чем при минимально инвазивных и гибридных. Посмотрите, начальные формы рака пищевода – это 54%. Так? Да. 54% при открыт-традиционных операциях – это первая, вторая стадия. И теперь при минимально инвазивных – это, я так понимаю, 8,38, 46, да? Да. А при гибридных вообще – 34%. Так что говорить о том, что отобраны пациенты для традиционных операций с меньшей распространенностью, здесь, к сожалению, неправильный вопрос, скажем, или предположение. Другой вопрос, что эти пациенты полностью минимально инвазивные и гибридные подверглись индукционной химио-лучевой терапии перед операцией. И они перешли совсем в другую стадию, в меньшую с точки зрения до операционного стадирования, рестадирования. 25% полных патоморфологических регрессов. 39% полных регрессов первичной опухоли. Остается неясным, если до 2017 года вами выполнялись вмешательства в режиме лапара и торакоскопии, так что все-таки заставило перейти, обратиться в сторону гибридных операций, которые заведомо травматичнее для пациента, тем более, если вы представляете слайды, на которых и стадийность заболевания соотносится одинаково примерно во всех группах операций. Какой тогда... Почему вы перешли к гибридным операциям? Посыл, да? Посыл. Какой? Был период, когда при выполнении полностью минимально инвазивных операций результаты послеоперационных, послеоперационные по количеству несостоятельности, они казались чуть больше, чем обычно. Поэтому возникла, скажем так, некоторая боязнь или желание... Скорее, не боязнь, а желание остановиться и понять, в чем же дело. Стоит ли попробовать какие-то другие методы. Но в последующем при общем анализе, при анализе несостоятельности, допустим, от вида шва аппаратной, либо ручной, либо комбинированной, от локализации опухоли мы этих различий не увидели. То есть вполне возможно, что это было просто субъективное ощущение. Получалось так, что попадались наиболее сложные клинические случаи в определенные... Они как-то вот концентрировались в одном хронологическом периоде. И нам казалось, что данная методика может быть более рискованной. Вот. Поэтому перешли на гибридные оперативные вмешательства. Но, тем не менее, мы от них полностью не отказываемся. И с учетом того, с прохождением кривой обучения, многие осложнения, многие клинические ситуации, будь то самые тяжелые, они все равно решаемые. И мы панически не боимся, в том числе и минимально инвазивных оперативных вмешательств. Но на сегодняшний день все-таки ручной шов, широкий стебель, является самым безопасным условием для исхода оперативного вмешательства на сегодняшний день. Что? Широкий стебель – это когда резицируется только кардия с сохранением А1 артерии. Почему мы говорим? Мы говорим об этом. Мы говорим об этом. Почему мы не говорим? А? Резекция кардия – это и есть широкий стебель. Действительно, с сохранением А1. Тогда внутреннее кровоснабжение, даже при отсутствии арки артериальной, достаточно для адекватного заживления анастомоза. И к этому нужно стремиться. Но если это рак нижнегрудного отдела пищевода, то оставлять лимфоузлы по малой кривизне, по малой кривизне, ну, наверное, неправильно. Поэтому вот здесь тоже, если средний грудной, верхний грудной, где можно сформировать в верхней апертуре, да. Но если нижний грудной, наверное, это все-таки для минимально инвазивных. Мне так кажется, мы перейдем к этому. Так. Еще? Давайте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня вопрос к Николаю Владимировичу. Скажите, пожалуйста, на одном из слайдов вы показали процент несостоятельности послеоперационной несостоятельности, ну, зависимость послеоперационной несостоятельности проведенной неодиодного курса химио-лучевой терапии. И в то же время Евгений Владимирович сегодня добавил, что мы сегодня здесь собрались для того, чтобы дать какие-то рекомендации практикующим докторам. Скажите, пожалуйста, вы на сегодня, вы можете сказать и дать какие-то рекомендации тем докторам по выбору тактики лечения проводить неодиодную химио-лучевую терапию? И если проводить, то какой метод оперативного вмешательства, минимальный, инвазивный или же открытый, выбрать в зависимости от возникновения осложнений? И это первый вопрос. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, по-вашему, на ваш взгляд, с чем связаны эти осложнения? С лучевой терапией, с дозой или же с какой-то определенной химиотерапией, да, с препаратами? То есть, что вы можете по этому поводу сказать? Тактику лечения определяет клиническая ситуация всегда. Наличие традиционных операций, гибридных или полностью минимально инвазивных, это наши альтернативы, которыми мы можем пациентам помогать. Доказано, что проведение неодиодиодной химио-лучевой терапии увеличивает выживаемость пациентов. Поэтому избегать химио-лучевой терапии ради того, чтобы нам поменьше осложнений в послеоперационном периоде иметь, это неправильно с точки зрения пациентов. Следует понимать, что статистические данные, статистическая обработка полученной информации на выходе дает только факт. Она дает, скажем так, наши ожидания тех или иных осложнений в той клинической ситуации при тех событиях, которые пациент имел до операции. Если мы имеем информацию о том, что несостоятельность при формировании анастомоза на шее больше, чем при формировании анастомоза в плевральной полости, это ни в коем случае не означает, что мы должны всегда формировать анастомоз в плевральной полости. А как быть с ситуациями, когда опухоль локализуется в верхнегрудном отделе с переходом на шейный отдел пищевода? То есть мы по этим результатам имеем цифры, которые нам показывают ожидания тех или иных осложнений в послеоперационном периоде у пациентов, с которыми нам следует бороться, о которых нам следует знать, предполагать и пристально обращать внимание. А выбор тактики лечения определяется клинической ситуацией. Если у пациента нет противопоказаний к химиотерапии, к лучевой терапии, отсутствуют риски формирования свещей, то химио-лучевая терапия увеличивает выживаемость у пациентов, и мы обязаны идти по пути комплексного лечения рака пищевода, как это общепринято и как это доказано. Я думаю, вы все остальное расскажете ему в ординаторской, хорошо? Николай Владимирович, у меня вопрос еще, да? Какие методики купирования хилоторакса из Курска применяются в вашей клинике? Методики купирования пневмоторакса? Хилоторакса. А, хилоторакса, клипирование и консервативное лечение. Значит, ретро-ракоскопия? Ретро-ракоскопия, поиск протока в типичном месте и его клипирования. Клипирование. И в одном случае, уже когда это было, даже не в одном или в этом году, мы предприняли попытку клипирования общего лимфатического протока в месте его формирования у правой ножки при релапароскопии. Это было успешно, поскольку не всегда в ретро-ракоскопии с ре-клипированием грудного лимфатического протока бывает, скажем так, эффективной. Поэтому вот то, что наш опыт клипирования у правой ножки диафрагмы при пищеводной отверстии диафрагмы при релапароскопии, вот тоже имеет место. И к нам присоединился еще из Берлина Алексей Михайлович Карачун, он всех приветствует и задает вопрос, а может быть попробовать унифицировать методику формирования внутригрудного анастомоза в ходе минимально инвазивной изофагатомии, а не уходить на гибридные вмешательства? Я, ну, Николай Владимирович, позвольте, я отвечу Алексею Михайловичу, мы не уходим на гибридные вмешательства. Я думаю, что гибридные вмешательства будут иметь место и свои показания. Все-таки меньше шансов для несостоятельности, если анастомоз при минимально инвазивной изофагатомии будет сформирован внутриплеврально, чем ниже, тем лучше. Если выше, это все-таки подумать нужно о гибридных. Если совсем высоко, это ретростернальное расположение с анастомозом на шее. Причем, опять-таки, формирование анастомоза на шее тоже привело нас к тому, что мы теперь берем порцию стерноклеудомостоидос или претрахеальных мышц и фиксируем к предпозвоночной фасции, прежде чем сформировать анастомоз. Для того, чтобы та несостоятельность, которая может случиться, была отграничена от плевральной полости, только шеей. И в этом случае пока у нас эта тактика ни разу не подвела. Продолжение следует...